Турнир Встречайте в синий угол октагона бойца из Соединенных Штатов Америки, город Лос-Анджелес, Виктор Генри! Итак, подошло время, объявили первого участника следующей пары бойцов. Им станет Виктор Генри. Представляет он Соединенные Штаты, город Лос-Анджелес, штат Калифорния. Интересное прозвище «Ла Мангоста» у Виктора Генри. Это, естественно, в переводе означает «Мангут». 31 год Виктору Генри, его рост 170 сантиметров, профессиональный рекорд 19 поединков, 15 побед и 4 поражения. Из 15 побед 4 нокаутами и 6 приемами, всего 10 досрочно у Виктора Генри. Все 4 поражения потерпел Виктор Генри решением судьи. Дебютировал Виктор Генри в августе 2010 года, тогда во втором раунде у себя на родине в США. Удушающим приемом победил Диана Крусорна. Потом до апреля 2014 года не знал поражений, до того, как встретился с Джо Мерфи. И тогда раздельным решением судей по итогам трех раундов Виктор Генри потерпел свое первое поражение. После этого в довольно большом количестве промоушенов выступал Виктор Генри. Такой своеобразный джерни-мен. Но довольно много поражений в последнее время потерпел Виктор Генри. Из 7 последних поединков 3 он проиграл. Для Виктора Генри это уже четвертый поединок в 2018 году. Дрался он в феврале, августе и октябре. До этого все свои поединки в 2018 году он выиграл. Встречайте в красный угол октагона бойца из Екатеринбурга, Россия! Денис Лаврентьев! И второй участник этой пары бойцов Денис Лаврентьев. Можно сказать уже местный боец. Очень любят его в Екатеринбурге. Сам он родом из Челябинска. Ему 30 лет, рост 172 сантиметра, профессиональный рекорд. 6 боев, 6 побед, 3 одержаны нокаутом. Дебютировал Денис Лаврентьев не так давно, в апреле 2017 года. В рамках промоушена AFC. Там он одержал победу в своем дебютном поединке нокаутом над Аматилой Муминовым. И после этого следующие два своих поединка также заканчивал досрочно нокаутами. В рамках RCC уже четвертый свой поединок проводил Денис Лаврентьев. Все три предыдущих он выиграл решением судьбы. Ну и вот перейдем мы к такому довольно необычному для мира ММА, для мира ММА, наряду Дениса Лаврентьева. Можно сказать, представляет собой он лицо дзюдо в ММА. Он выходит со своим первым тренером вместе с отцом. Его отец является главой федерации дзюдо Курганской области. Сам Денис, кроме промоушена RCC, выступает еще и под эгидой, при поддержке даже, я бы сказал, федерации дзюдо Восточного Урала. И, в принципе, имеет очень-очень сильную базу дзюдо. Даже, получается, на вчерашнем взвешивании выходил он именно в настоящем кимоно. До конца стоя, и мы не просто щели, дадим он и пломбах, И, в общем, оттуда поперкот, оправляя в голову. По столу, отопаду, кастину, поля, Хоп-воля, испытана пара работы. Собор, в ближнем пути, коль, на федерации седо, воспитывать фото, забор. И те, кто идем в победе, уклад традиции и памятник, те, кто, акурал, и запад, в Сибири, с нами, в настоящем вражеских хенататами. Здесь не важно, будет сложить колоно. Здесь не важно, будет сложить, чем вчера. Если ты упал, все бросаем, бойся, будь готовы к бору. Станови, ура! Здесь не важно, будет сложить колоно. Очень важно, будет сложить, чем вчера. Если ты упал, все бросаем, бойся, будь готовы к бору. Станови, ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, приветствуйте бойцов! В синем углу боец из Соединенных Штатов Америки, город Лос-Анджелес. Ему 31 год. Рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм 300 граммов. Профессиональный рекорд 19 боев, 15 побед, 4 поражения. Представляет бойцовский клуб UWF USA Виктор Кенри! Его соперник в красном углу. Боец из Екатеринбурга, Россия. Ему 30 лет. Рост 173 сантиметра, вес 61 килограмм 200 граммов. Профессиональный рекорд. Шесть боев! Во всех одержанные победы! Представляют бойцовские клубы Архангел Михаил и федерацию ЦИДО Урала и Западной Сибири! Непобещенный Тенис Лаврентьев! Префери Георг Рихтер, Германия. Дорогие! Дорогие, вы знаете правила. Протепите себя в целом и слушайте мои комментарии. Когда я говорю «Стоп», вы «Стоп». 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 Ну что ж, уже по традиции возраст, рост и вес бойцов на наших экранах. Довольно похожи антропометрические данные у бойцов. Небольшая разница в росте и всего один год разница в возрасте. Очень аккуратно стартуют бойцы. Денис так перед ударом сначала голову засовывает, а потом уже рукой бьет. Как бы не нарвался он на встречу. «Степ». 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 Был близок сейчас к переводу в партер Риктор Генри. Ну, в общем-то, инициатором был Денис, он бросить хотел из стойки. Вовремя сконтрил американец. «Точно сейчас на входе в клинч попадает Денис Лаврентьев. Призывают Лаврентьева из угла к спокойствию, призывают не торопиться». Виктору Генри, кстати, в свою очередь из угла подсказывают активнее встречать ударами нападение Дениса Лаврентьева. Да, потому что Денис голову, вот смотри, как он его вперед выставляет. Генри маневрирует неплохо, разворачивает постоянно. У Дениса ноги в одной линии. И Генри только чуть-чуть сместится, и Денису приходится переставлять ноги. «Подцепил сейчас Лаврентьев Виктора Генри за ногу, но не смог опрокинуть». Ну, кстати, Генри тоже борется неплохо, кстати. «Да, у него из 15 побед целых 6 приемами. Значит, что в партере он представляет опасность». «Ну, сейчас пока речь идет о борьбе в стойке, потому что он неплохо защищает». «О! Вот он как раз вот голову выставляет, а руки опущены. И вот сейчас он такой лоу... Ой, лоуке хотел сказать. Маваш Игири такой пропустил в голову. Чисто такая техническая ошибка. Пока что очень нервный идет поединок. А у Генри стойка такая сбалансированная. Ему удобно бить как с рук, так и с ног. Он потому что правильно стоит. Правый попасть надо. Левый, четвертый, правый попади. А это правый, бойцы, правый. А это правый, бойцы, правый. Он боялся лоу-киков. Вот ножку начал отбивать. Подсказывают, потому что Виктору Генри, что Лаврентьев боится лоу-киков. Он стоит, у него ноги в одной линии. Ну, сейчас прихватил за ногу Денис соперника. Но Генри себя чувствует. Видно, вот он вообще не суетит. Даже не пытается избежать вот этой позиции. То есть он там себя чувствует неплохо. И принимает бой именно в клинче на ближней дистанции. И не проигрывает причем. И даже из обмена вывалился Денис. Сейчас нужно бросать, мне кажется. Да, 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 да. Цепляется руками за сетку Виктор Генри, но все в виде траффери. И амплитудный бросок в исполнении Лаврентьева. Однако сверху оказывается Генри. И быстро поднимается. Все еще контролирует спину соперника Денис Лаврентьев. Возможно, сейчас снова попытается бросить. Отлично. Вот здесь достаточно экономно. То есть с броском он столько сил потратил. Очень четко выявленная подсечка. Да. Но продолжает Лаврентьев контролировать своего соперника. Уже два тейкдауна получается у него в активе. Ну, Лаврентьев себя просто здесь чувствует лучше. Потому что на дистанцию он проигрывает. Борьбу в партер пока не может навязать, удержать в партере. И поэтому ему остается контролировать стойки. Вот такая контактная борьба, это, наверное, хлеб дюдаиста. Однако сейчас в партере оказались бойцы ненадолго. Виктор Генри пока что сверху. Генри неплохо защищается. И, в общем-то, если он в стойке где-то и проигрывает, то есть улетает, скажем так, то в партере он классно себя чувствует, каждый раз встает. А вот как Денис дышит, мне кажется, он очень много сил потратил, пытаясь, во-первых, удержать противника в стойке, в захвате. И вытащить на бросок особенно. Да, этот амплитудный бросок очень многих сил стоил. Но я думаю... Вот как раз на повторе. Да, да, да. Страшный удар на самом деле. И смотри, вот здесь Генрич сразу же пошел к сетке. Вот смотри, сколько сил. А, в общем-то, ничего не принес. Тейк-даун даже, может быть, засчитали, потому что на спине остался Денис после броска. Действия делал он, силы потратил он, и сам же в опасном положении остался. Ну, такой неоднозначный первый раунд для Дениса Лаврентьева. Посмотрим, может, в углу что-то подкорректируют. Он первый раунд показал, за счет чего он может... Где он сильнее? Он сильнее только в стойке в ближнем бою. В клинче, именно в борьбе. И он проигрывает пока среднюю и длинную дистанцию. И в партере он не может пока зафиксировать Генри. И вот так еще раз, пять, он пропустит, и не сможет стоять на передней ноге. Или начнет защищать ногу и опять пропустит в голову Маваша. Пока что очень хорошо подбирает инструменты. Вот видишь, он опускает, вот, и в голову пропускает. То есть он начинает защищать ногу. Как только начинает защищать голову, Генри начинает бить по ноге. Очень хорошо подбирает инструменты к сопернику Виктор Генри. Это видно. Ну, да, видно толковый такой. Вот сейчас неприятный колено пропустил неприятное Генри. И пытается опрокинуть его Лаврентьев. Да, вот здесь его борьба. Вот в стойке он, в общем-то, имеет преимущество в борьбе. Смотри, нога красная, левая. Да, очень много жестких лоу пропустил Лаврентьев. Действительно отбил настоящий синяк ему уже Виктор Генри. А еще только начинается второй раунд. Ну, вообще без проблем встает Генри пока. Развернулся без проблем. Правый локоть пойдет, правый локоть пойдет. Колено по печени пропустил Денис. Очень много борьбы в клинче у сетки у нас. Ничем хорошим не закончатся эти лоу-кики для Лаврентьева. Настоящие следы на левой ноге у Дениса остаются после ударов соперника. Это однозначно говорит об их силе. Даже когда вперед с ударами Денис Лаврентьев идет, в основном промахивается, либо бьет вскользь. А потому что он сначала засовывает голову, а потом бьет. Постоянно. Вот посмотри, человек увидел, что там есть место, через которое можно выиграть. И вот наносит, наносит методично, наносит удары. Сейчас Денис Бэкфист попытался провести снова мимо. Пока что Виктор Генри выглядит очень спокойным. Ничем его не удивил Лаврентьев. Денис, видимо, сделал все то, чего ожидал соперник. Ну вот это разнообразие ногами, оно вообще вот то, что надо делать, да. Да, вот хорошо. Примерно чего-то такого нужно добиваться Лаврентьеву. И теперь зафиксировать в партере, не дать встать по сетке, и тем более не отдавать спину. Ни за что нельзя Денису. Виктор Генри молодец, он очень быстро ориентируется. В итоге в маунте, оказывается, Виктор Генри. Ну вот если в стойке, в борьбе Денис имел преимущество, то первая же позиция в партере, и он ее проиграл. Пытается мастить Лаврентьев. Пока что не особо удачно. Все еще не может встряхнуть с себя соперника Денис Лаврентьев. Такая у нас вялотекущая позиционная борьба в партере. Ну вот сейчас переворачивает Виктор Генри. Лаврентьев, ну нужно сбросить его обязательно. Нельзя оставаться снизу. Да, подняться на ноги Денису. Практически обошел ноги сейчас Лаврентьев. Но совсем чуть-чуть не успел. Ну, Генри себя вообще в партере чувствует классно. Он как клещ прицепился, и куда бы Денис ни шел, он свою позицию не теряет. И смотри, что творит. И опрокинул он опять Дениса. Можно сказать, сейчас сирена спасла в какой-то мере Лаврентьева от очередной попытки Виктора Генри от работы к маунте. Денис очень тяжело поднимается. Видно, он подустал. Загрузил его Генри со страшной силой. Но причем сам Виктор выглядит довольно свежо. Да, а вот все-таки умеют они, видимо, функционалку каким-то образом там ставить. Не зря они и по пять раундов ведут бой, и себя очень неплохо чувствуют. И мы вот сейчас видим как раз, это хорошо, что нашим ребятам привозят из-за океана вот таких крепких соперников. То есть он не звезда. Может быть, многие его и не знали, и не видели до этого боя. Но вот смотри, даже среднего уровня бойцы показывают, как они готовы. То есть как они способны. Вот перед этим канадец был. Да, он проиграл, но он себя в третьем раунде гораздо лучше чувствовал, чем наш мощный парень, который вначале просто его даже не чувствовал, переехал в первом раунде. А в третьем раунде еле стоял на ногах. И вот как раз вот такие противостояния показывают и нашим тренерам, и бойцам, к чему надо стремиться. Не только над техникой работать. Надо функционалку правильно ставить. Ну вот сейчас смотрю я на левую многострадальную ногу Дениса Лаврентьева. Жуткий там синяк остался от лоу-киков Виктора Генри. Там пока покраснение, синяк будет завтра. Ну, очень большое пятно, оно уже темнеет. Да, да, да. А бой еще не кончился. Ой, на колено нарвался. Потому что голова низко опущена. О чем я говорил. То есть позиция очень важна, положение стойки. Для чего в ударных видах спорта над стойкой работают? Причем это база, это с самого начала. Дети приходят, им сначала ставят стойку. Вот здесь-то, возможно, и сыграет против Дениса Лаврентьева подготовка дзюдоистов. Потому что всю свою жизнь занимается Денис дзюдо. И там стойка, конечно, совершенно не ударная. Не, но он же готовился к этому бою. То есть тренера должны были работать вот над этими вещами. Ну, вот Денис вот просто ничего не делает. Мне кажется, на этом этапе он проигрывает все. В этом раунде пока... Мне кажется, нужно вот к сетке, да, к сетке нужно прижимать Лаврентьева соперника. Обязательно. Но он его царство. Ну, он чувствует, что он уже и в борьбе не имеет преимущества. Поэтому он, в принципе, правильно делает. Он пытается ударить. У него сейчас единственный шанс ударить. И вот он пытается, он там бэкфист пытался сделать. В борьбе он тратит очень много сил. И, видимо, у него осталось сил не очень много. Вот дотянулся. Другое дело, есть у него динамит в руках или нет? Способен он, в общем-то, потрясти. А американец дышит нормально, поэтому... Ну, так, если чисто с точки зрения статистики посмотреть, три победы нокаутами у Дениса есть. Ну, это же смотря с кем он еще вел бой, естественно. Очень крепкий боец Виктор Генри. До сих пор он себя прекрасно чувствует, мне кажется, с точки зрения функционалки. Ну, и может быть, рановато. У него очень неплохой стаж, у него рекордс неплохой у Генри. Может, погорячились сразу же под Дениса, привезли его? Хорошо сейчас опрокинул своего соперника Лаврентьев. Оказался сверху в партере. Нужно этим пользоваться. Вот смотри, он стоит вообще без проблем. Да, они очень плохо держат Лаврентьев в партере своего соперника. А у него сил нету. А здесь все эпизоды проиграл вот сейчас. Да, в стойке очень тяжело Лаврентьеву против Генри. Ничего не может сделать Денис. Даже если иногда дотягивается, то отвечает на это ударами, наверное, тремя Виктор. Зажимает, выдергивает ноги из-под соперника Лаврентьев. По крайней мере, пытается. Но Генри снова очень быстро встает. Подходит к сетке, использует ее как опору. Ну, правильно, говорят Денису из угла. Нужно бросать соперника. Не обязательно даже бороться с ним после этого в партере. Ну, а куда бросать-то, если сил нету? Это другой вопрос. Ну, во-первых, захват нужен для броска. А здесь вроде бы Денис сверху, а его руку контролирует Генри. Причем, мне кажется, сейчас Генри рассчитывает вот именно на это. Что рефери разведет стойку. Комфортно себя чувствует в ударном компоненте против Дениса Викторов. И Генри гнет свою линию в какой-то мере. Очень размашисто вперед с ударами идет Лаврентьев. И опять по ноге. И в ногу, в ногу. Ну, вот сейчас Генри обмануть, просто показать в ногу и ударить правой рукой в голову. Очень тяжело Денису. Концовка поединка. Сил, мне кажется, у него практически не осталось. Поднимает его Генри и амплитудный бросок. И вот сейчас уже, да, время Генри настало. Заводит руку за подбородок Виктор Генри, но не успел он начать душить. Сейчас уже Денис пытается бросить соперника под конец, но подводят его силы. Как-то так. Как-то так. Ну, Виктор Генри показал себя очень, очень крепким бойцом. Я не знаю, кому отдадут победу. Там, в общем-то, в принципе, первый и второй раунд... Даже тяжело мне сказать. Ну, по-моему, Генри был сильнее. А может, и ничью дадут, кто знает. Может быть. Но, во всяком случае, для Дениса это классный бой в том смысле, что он почувствовал, что такое именно на международном уровне, на таком, на хорошем, классном уровне провести бой. И здесь вот становится понятно, что ему нужно. Очень важно с точки зрения опыта. Да, 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 да. И вот, смотрите, Генри тоже не молодой, 30 лет ему. И как он дышит, ходит и смотрим, что у нас с Денисом. Денис сидит, встать не может. Надо работать над функционалкой. Надо ударку, ударную технику выводить на другой уровень. Потому что дзюдо и ММА это абсолютно другие виды спорта. Ну, совсем скоро у нас уже официальное объявление победителя. Кто бы ни одержал верх, мы их с этим поздравляем. И спасибо обоим бойцам за очень красивый бой. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как я объявлю победителя, давайте поблагодарим бойцов за красивый поединок. В этом бою победу единогласным решением судей одержал... Виктор Генри! Аплодисменты победителя, аплодисменты его сопернику, Денис Лабрентьев! Аплодисменты победителя, Денис Лабрентьев! Аплодисменты победителя, Денис Лабрентьев!